Ирина Кузнецова спортсменка, победительница различных соревнований по фехтованию, о своей первой работе рассказывает с воодушевлением. Весь июль девушка под присмотром сотрудников Одинцовского городского хозяйства оформляет цветочные клумбы и борется с сорняками. Первые заработанные деньги Ирина планирует потратить на поездку в детский лагерь Артек. Я прочитала в газете и мне понравилось, что я полдня буду находиться на свежем воздухе, буду зажать цветы, буду узнавать названия цветов. И меня это очень завлекло. И я узнала адрес и пошла устраиваться. Ежегодно муниципальное бюджетное учреждение Одинцовское городское хозяйство заключает с Центром занятости населения договор на предоставление рабочих мест для несовершеннолетних. Попробовать себя в качестве ландшафтного дизайнера могут ребята с 14 до 17 лет. По законодательству подростки трудятся сокращенный рабочий день продолжительностью от 4 до 7 часов в зависимости от возраста. Детки приходят и работают. Некоторые детки у нас уже прошли навык в том году и пришли второй год работать. Уже, можно сказать, опытные. Получают полностью зарплату. Также они оформляются по трудовой книжке. То есть за них заводится трудовая книжка и они уже ведут свою первую трудовую деятельность. Перед началом работы ребята проходят обязательный инструктаж. Им рассказывают о правилах безопасности и знакомят с основами садоводства. Юные работники получают сигнальные жилеты, головные уборы, перчатки и необходимый инвентарь. Кроме того, за каждым закрепляется опытный наставник. Детки помогают нам ухаживать за нашими клумбами, которые БУО Одинцовское городское хозяйство рассадило по улицам нашего города. Новоспортивная, Гоурово, Северная улица, Союзная улица, Центральные улицы, это неделя на Жуково, Центральный сквер. Эту яркую клумбу из бархатцев на улице Новоспортивная создали ребята. Для ее оформления понадобилось 21 тысяча растений. Теперь юным работникам остается лишь своевременно ухаживать за цветочной композицией.